В прошлых выпусках программы «Среда» мы рассказывали о проблемах водоснабжения села Тагай. Нам вместе с жителями удалось активизировать работу по реконструкции водных коммуникаций. Но проблемы с водой в Тагае не закончились. К нам обратились жители улицы Калинина с тревожным сообщением. Река угрожает смыть огород, а впоследствии и дом. Здесь сейчас речка идет. Вот все это место, это был Косогор. Здесь забор был сюда, ближе, еще на 4 метра. От забора до края Косогора был метров 10. Как бы никто не переживал тогда, что все это будет, что вот так она быстро все придет сюда. Река достаточно сильно изменила русло, которое не менялось десятилетия. Изменилось оно несколько лет назад. Жители села хорошо помнят этот момент, ведь тогда как раз случилось наводнение в Тагае. Из-за того, что вследствие ливня прорвало плотины прудов местного фермера. Природа и фермерские пруды тогда устроили Тагаю огромные проблемы. Однако сам фермер тогда спасал людей из затопленных домов и вышел во всех публикациях героем. Замусоренные жителями берега повальные деревья образовали плотины, которые заставили реку изменить русло. И по той стороне, когда речка была, она была по-другому текла. У него был русло вот туда дальше, вот за теми ветлами, вон туда русло было. И там был спуск удобный по той стороне к речке, а сейчас там нет ничего. И тут сейчас с нашей стороны не подойдешь к ней. До выхода реформы по обращению с твердыми бытовыми отходами все жители, близлежащих к реке домов, выбрасывали мусор на речку, благодаря которой почти 400 лет назад образовалось это село. Кроме того, люди перестали ухаживать за берегами реки. Сейчас Тагай трудно найти участок берега, который бы выглядел как раньше. Раньше берега реки выглядели вот так, как здесь. Люди ухаживали за ними. Они убирали мусор, они выкашивали траву, для того, чтобы скотина могла подойти к воде и попить, для того, чтобы мальчишки могли здесь сесть и поудить рыбу. Было чисто, были убраны ветки, были выпилены лишние деревья, потому что никто не штрафовал за то, что какое-то дерево на речке спилили. Отцы и деды оставили нам живую и красивую реку, но не передали нынешнему поколению главного. Умение не только пользоваться, но и ухаживать за общей рекой. Ухаживать как за собственным домом. Слова земля «Наш общий дом» стали гордым лозунгом, но потеряли место в сердцах и умах людей. Кроме домов, она стала медленно, но верно разрушать мосты. Огромный по меркам села четырехпролетный мост через Тагайку уже лишился своего спуска, на очереди опоры моста и одной из его оснований. Разрушения заметны даже сверху. Мост стал терять свою геометрию, как говорят строители. Плитка стала осыпаться, появились трещины, местами даже сквозные. В Министерстве транспорта о проблемах моста знают и даже собираются их решить. Тагайские мосты включены в соответствующие программы и планы. В мостовом хозяйстве должен быть порядок. Это один из многих мостов, до которого пока не дошли руки в части приведения его в норматив, в том числе и под мостовой зоны. Что мы и наблюдали при осмотре данного моста. Действительно, под мостовое пространство заросло, не почищено русло, но это уже к другому ведомству вопрос. Что касается моста, мост пока в рабочем состоянии, но требует определенного ремонта. Ремонт будет проведен уже в следующем году. В планах департамента ежегодно ремонтировать по 10 подобных мостов и приводить в порядок при мостовые зоны. В Министерстве природы о проблеме знают. Жители уже звонили по поводу разрешения на изменение русла реки. По действующему законодательству, изменение русла реки – это дорогостоящий проект, выполненный силами специальной организации и работы, которые проводятся лицензированным предприятием. Однако в Минприроды предложили более простой и действенный способ речного благоустройства. Оказывается, органам местного самоуправления достаточно провести заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, чтобы принять решение и своими силами наладить нормальное течение реки. Органы местного самоуправления обязаны в том числе предпаводковые мероприятия и осуществлять и после паводковые мероприятия по расчистке водного объекта, а то тех же самых упавших растительность, упавших деревьев, для того, чтобы заторные явления в период паводка не происходили. Собственно, то, что раньше делал каждый житель, теперь должна делать администрация. Местный глава тоже удручен состоянием реки. У него четкий взгляд на то, почему люди стали так относиться к живописному месту. Ну, я понимаю ситуацию таким образом. Пока водой пользовались для питья, для стирки, она была нужна, ее берегли. Как только появилось централизованное водоснабжение, река стала ненужной и отношение именно такое. Кроме того, население Тагая в большинстве своем приезжие из разных сел, городов, даже стран. И такие традиции беречь село появились не у всех. Кроме выявленных нами проблем, от главы мы узнали об экологическом преступлении, по поводу которого он уже подал заявление в природоохранную прокуратуру. Один из основных притоков Тагайки оказался полностью высушен. Вся флора и фауна погибла. Кто этому виной, должна ответить областная природоохранная прокуратура, куда мы, в свою очередь, тоже сделали запрос. Обратился я по просьбам жителей. Они сказали, что речка перестала течь. Я пришел, посмотрел. Действительно, речка исчезла. Мост стоит над сухой землей. Они мне рассказали, что речка течет и дальше так же. То есть воды нет. Из пруда еле-еле тонюсенький ручеек высекает. И пруд обмелел. По словам главы, родники в лесу, которые раньше сливались в общий поток, текут по-прежнему. Однако, по неподтвержденным данным, поднята плотина там, где раньше были лесные запруды. Сергей Александрович обратился в местные газеты, к районному экологу Александру Малясову и в природоохранную прокуратуру. Ведь там, где река пересохла, погибла вся рыба. Кроме той, что успели унести и выпустить туда, где вода еще осталась, жители. Года два тому назад я эту, как ее видела, как ее, господи. Внутри, по-моему, или андатра была здесь, даршила. Вот. Бобры ушли. Внутри ушла. И была ласка. И ласка еще здесь жила. Вон там вот. За маслом. Все ушло. Все ушли. Тут были животные, тут плавали эти уточки, выводки целые, бобры были. А сейчас погибли все караси и все на свете. Это жалкое зрелище. Улиточки, лягушки пропали. Ну, это вообще кошмар. Это кошмар и это безобразие. Это беспредел. Детям купаться негде. Рыбаки там сидели, рыбачили, все, чем-то заняты были. Теперь этот пруд исчез. Ну, как это так все нарушить? Это безобразие. Это даже никак не назовешь, как полным безобразием. Мы отправились на пересохший пруд. То, что мы увидели, породило больше вопросов, чем ответов. От пруда осталась широкая и мелководная лужа. Раньше в Тагайском пруду было много воды и, соответственно, много рыбы. Основная рыбалка проходила вот там, возле тех деревьев. Там вылавливали карпов до 5 килограммов и было очень много карася. Теперь не осталось ни воды, ни, соответственно, рыбы. Воды в пруду настолько мало, что через шлюз в реку она почти не течет. Если бы такой напор был на вашей кухне, вы начали бы звонить коммунальщикам. Под такой струей и посуду не помоешь. Где уж реку налить. На сегодняшний день это весь объем воды, который попадает в реку Тагайка. Естественно, реки просто нет. Кто виноват в этом? Рукотворные пруды, которые находятся в лесу. Или бобры, на которых привыкли все списывать. Мы будем разбираться. Местные жители и глава поселения назвали нам имя хозяина лесных прудов. По их словам, владелец этих водоемов Василий Козлов, местный фермер. Мы решили задать ему вопрос о том, куда делась вода. Он себя виноватым не считает. А тех, кто жалуется на него, определяет как бездельников и завистников. К нам поступило обращение жителей по поводу того, что речка пересохла в Тагае. И как бы все говорят, что это Козлов настроил там прудов. Что вы можете сказать по этому поводу? Они пруды давно есть и ничего не настроил. Это с советских времен сейчас еще пруды. Его еще род целиком строил. Никакого отношения. Везде сохнут. Ну что написали, написали. Разберутся, значит. Это все писать могут на всех, кто работает, кто что-то делает. А кто сидит у крыльца, только советы дают. Там у нас нечего писать. Несомненно, в гибели притока Тагайки разберется природоохранная прокуратура. Однако уже сейчас можно сделать несколько выводов, которые напрашиваются сами собой. На следующий день после нашего звонка фермеру вода в реке появилась. Причем поток стал даже полноводней, чем был до момента пересыхания. Значит, у кого-то была возможность пустить воду в реку. Ведь не одномоментно же вдруг пересохшие, по словам фермера, родники вдруг забили вновь. Однако погибшую за несколько безводных недель флору и фауну не вернешь. Экологи на подобные процедуры отводят годы, а в иных случаях и десятилетия. По свидетельствам жителей, в прудах козлов разводят рыбу. Поэтому и не сбрасывают воду в положенном количестве. Однако тут еще нужно разобраться, а можно ли в них разводить рыбу. Правила пользования водными объектами прокомментировали в Министерстве сельского хозяйства Ульяновской области. Если на водотоке находится у нас водный объект, то здесь мы, как правило, делаем запрос в отдел водных ресурсов. Является ли этот водный объект прудом, либо какое-то другое наименование, уже из этого мы исходим. Если это пруд, то рыбоводный участок мы не определяем. Однако и в таком водоеме можно разводить рыбу, если он будет определен как водохранилище. Но тут есть и оборотная сторона. Если это водохранилище, то по определению это тот самый водоем, который прежде всего служит не коммерческим интересом, а природным. То есть именно он должен снабжать реку водой в период засухи, чего, как видим, в Тагаине происходило настолько давно, что в реке полностью просохло дно. Сегодня река вновь течет. Течет, как вода в кране. Абстрактный вентиль, который раньше крутила только природа, сегодня в руках человека, и человек пользуется им неумело. Пруды, они не находятся ни на чем балансе, то есть бесхозные, размоют их, и никто заниматься этим не будет. Реки, реки, к сожалению, тоже мелеют, потому что нет ухода с достаточного за родниками. И вот сейчас, я думаю, что мы пытаемся в районном совете депутатов создать такую программу и объединить усилия всех, и организации, и государства, и некоммерческие организации, и жители для того, чтобы сохранить наши водные источники. Жители поддерживают своего депутата и главу. Они готовы по мере сил трудиться на реке, возвращая ее к жизни, к настоящей жизни. Нужно раз и навсегда отладить этот процесс документально и очистить берега от сорных растений и деревьев, от намывов и завалов. Нужно привести в порядок дом, в котором мы все живем. Без воды мы никто. Мы вот две бабушки очистили родник, вот там выкопали его, он был замузырен, все-все-все-все. И сейчас там наполняется вода, и она доходит до определенного уровня, и там просто надо еще исправить. Вот мы ходили в администрацию, нам пообещали рабочих, так как мы не можем это сделать. И мы его взяли прямо на себя, потому что вода исчезает. В колодцах нет, в реках нет. Мы должны беречь воду, как зеницок. Пока этот простой постулат многим не близок. Но река, даже маленькая и обессильная, приносит проблемы людям. На улице Калинина скоро смоет часть огорода и линию электропередач. Через какое-то время подмоет мост весенними паводками. Река принесет еще много бед, пока люди не приведут ее в порядок. По мнению жителей села Тагай и главы тагайского поселения, людская жадность почти уничтожила реку в Тагае. Раньше река была вот такой глубины, по опоре старого моста это видно. Теперь реки почти не осталось. Однако и такая она продолжает приносить, мстить людям за то, что они сделали с ней. Она подмывает огороды, она подмывает опоры моста. Кто победит? Человек или природа? И нужно ли это противостояние? Павел Половов, Владимир Куликов, Сергей Андреянов. Специально для Управда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова